Музыка В первом тайме владение мячом было, я считаю, больше на нашей стороне, больше голевых моментов создали. Второй тайм немножко подравнялся и очень много оппозиционных атак было, контратак, были интересные моменты с участием обеих команд. Но имея больше, допустим, голевых моментов, их надо использовать хотя бы один. Не забиваешь ты, имея достаточное количество моментов, пропускаешь один гол и на этом все заканчивается. Это кубок. Попросы. Почему ты не забываешь? Как? Вечерное отражение сегодня. Я считаю, вот так и слабо сыграли. Повторюсь, опять, имея такое количество моментов, надо использовать хотя бы один-два. Тем более это кубок. Здесь было видно, что много голов не будет. Так оно и случилось. Как вы оцениваете поступок в Чемертан? Поступок. Ну понятно. Так, что я видел со скамейки запасных. Значит, уже зафиксировал мяч. Он пробегал мимо и в таких случаях обычно нападающий подскакивает. Сидит, увидев, что тот поймал мяч. То ли он подсказнулся, то ли пробегал мимо и зацепил ногой голову. Ну конечно, это поступок не украшает нападающих. После поражения в Чемпионате вы сделали первый матч. Это было желание отыграться за проигрыш в Чемпионате? Ну не то чтобы желание. В даче всегда ставились высокие задачи. Как в Кубке, так и в Чемпионате Молдовы. Занимать самые высокие места. Ну конечно, после того, как команда потерпела поражение, было естественное желание отыграться. Но не получилось. На ваш взгляд, не будет. На рейс не оправдался. Два поражения подряд. И психологически, и физически. Команда в небольших кондициях. На ваш взгляд, как вы готовите к резинку и как вы видите ситуацию? Ну, я на данный момент сейчас и могу вам ответить, как готовить. Мы сейчас даже спокойно подумать, обсудить и будем готовить. Естественно, команда не в лучшем состоянии. Но наша работа заключается в том, чтобы выводить эту команду из этой психологической ямы. Да, конечно. Зимбру всегда проходили такие матчи напряженно. И будем к этому готовиться. Это футбол. Естественно, он будет наказан. То, что я видел со скамейки запасных. Мы обязательно посмотрим этот момент записи и уже определим его степень вины в этом поступке. Продолжение следует...